Ну, я начну с того, что мы помним, наверное, канун 2020 года, когда впервые в Китае был обнаружен вирус, о котором, в принципе, никто еще и не слышал, и не понимал, какие последствия от этого коварного врага будут для и экономической, и социальной обстановки всего мира. И этому врагу имя ковид-2019. И, конечно, главный удар по борьбе с этим врагом пришлось принять на себя медиком. Медиком всего мира, здесь, в нашей Чувашии, борьба за каждую жизнь была 24 часа в сутки. Многие лечебные учреждения были перепрофилированы под ковид-госпитали. Нагрузка на другие лечебные учреждения возросла в разы. И медики стойко на протяжении уже, по сути дела, двух лет борются за каждого своего пациента. Конечно, очень много проблем возникло на протяжении этого всего времени. И если несколько лет назад мы увидели бы пустынные улицы в городах, и особенно на Западе, и да и у нас здесь, в Российской Федерации, и в Чувашии, когда были приняты очень жесткие антиковидные меры, мы бы подумали, что это фильм по типу терминаторов, и это были, по сути дела, воображения только режиссеров. А это все, к сожалению, неправда. И правда то, что очень много жизней унес этот такой вот очень серьезный коварный враг. И медики. Это герои. Это герои среди нас, которые, когда давали клятву Гиппократа, они понимали, что их работа – это 24 часа в сутки. Это борьба за каждую жизнь. Это неустанный труд. Это героизм. И то, что вот последние годы им пришлось вынести на себе, и то, что сейчас им приходится преодолевать нечеловеческие трудности, это, конечно, вызывает просто дань уважения, восхищения и преклонения. И есть такое выражение, которое пришло к нам издревле – «Спасай других, сгорая сам». Это о них. И не случайно на эмблеме медиков горящая свеча. Это свеча самопожертвования, свеча безграничной любви к людям, ко всему этому миру. Это вообще необыкновенные люди. Это необыкновенные люди, это герои. И то, что в прошлом году по инициативе главы Республики Олега Алексеевича Николаева был создан благотворительный фонд «Перле», когда предприятие, организация, общественность через вот этот фонд оказывала поддержку, и в том числе и волонтерское движение, поддержку медицинским учреждениям. Мы покупали и средства защиты, и медикаменты, и организовывали горячее питание. И это очень важно. То, что нас всех сплотил – это большая беда. И в Чувашии же принято все вместе, не мя. Это очень важно для всех, для нас, потому что это вот как новый смысл вот в этом слове для того, чтобы объединиться и победить. И то, что в этом году опять продолжается марафон, спасибо врачам. Это на уровне Российской Федерации, это организован марафон с прошлого года. И у нас в Чувашии подхватили многие предприятия Чувашской Республики. И через фонд «Перле» в этом году опять, вот канун Нового года, мы организовываем чуточку внимания. Врачам, которые нуждаются в этом внимании, это очень важно. Это такие предприятия, как «Химпром», «Электропаратный завод», это «Концерн-трактные заводы», «Элара», это АББ «Автоматика», это компания «Сейспель», это «Волгосталь-конструкция», это «Стройтрест-номер-3», это компания «Август». То есть те предприятия, которые неравнодушны, неравнодушны к той благодарности, которую мы должны все вместе выразить нашим медикам. Это очень важно. И в канун Нового года все вместе мы преподносим всем нашим медикам 17 тысячам, медицинским работникам, врачам, медсестрам, санитарочкам, водителям скорой помощи, тем людям, которые день и ночь стоят на страже нашего здоровья, дают надежду всем нам, что мы победим обязательно этого врага, и что мы вместе, что мы рядом, и мы обязательно низко кланяемся всем нашим врачам и говорим. Спасибо вам, родные доктора.